Всем привет, дорогие друзья, с вами Фай, и это прогнозы фэнтези на период 30 ноября по 6 декабря на два региона, Западная Европа и Восточная Европа. И первый ролик, возможно, выйдет немного затянутым, потому что у нас фэнтези лига изменилась, изменились все правила, и давайте я вам для начала это все расскажу. В общем-то, как вы помните в обзоре, в целом с этим обновлением, я сказал, что можно ставить прогнозы на несколько регионов и получать награды. Я немного ошибся, да, ставить на несколько регионов можно, но награду вы получите только за тот, где у вас лучший результат. То есть, если у меня будет Западная Европа 50%, а Восточная Европа 10%, то получу я одну награду за 10%. Работает сейчас это примерно так. И второе, самое главное и ключевое изменение, то что, как вы помните, ранее у нас из одной игры, одна игра это от BO3, условно возьмем в учет, шли, то есть очки нам приносили только два лучших матча. И мы раньше ставили фэнтези от того, чем больше команда играет различных игр, тем больше, соответственно, принесет нам очков. Но с последнего обновления у нас теперь лучше идет только одна игра и, соответственно, с нее два матча. Я думаю, вы примерно поняли, но если нет, давайте еще раз объясню. То есть, если у нас Team Secret играет против Tundra Esports, против Liquid'ов и еще против одного коллектива, то в учет пойдет только одна из этих игр, где они отыграют лучше всего. Соответственно, поэтому теперь фэнтези еще более рандомны и стоит опираться только на силу игроков. То есть, те игроки, которые более именитые или сильные, они, очевидно, будут приносить больше игроков. Первый период у нас, который мы сейчас будем ставить, это будет все пробный период по той простой причине, что... Ну, пока непонятно. То есть, у нас много новых игроков, новых команд и кто как себя покажет, пока непонятно. И поэтому я ориентировался на тех игроков, которые уже играют давно, которые сильные или же сильные составы. Ну, в принципе, давайте начнем с Восточной Европы. Тут все намного проще, потому что у нас весь СНГ-регион довольно сильно изменился. У нас появились новые команды, везде случились решафлы, дисбанды и тому подобное. И поэтому я советую ставить вам, если у вас есть возможность, Fullstack Team Spirit, если же нету, то миксовать его с Virtus.pro. Либо же, если вы хотите побольше очков, то можете ставить Cora из Team Spirit основного и нового Cora из Virtus.pro. Ну и так вот миксовать их. Но, в целом, эти Team Spirit и Virtus.pro два коллектива, которые особо остались без изменений и их силу мы знаем. Про то, как новые Na'Vi сыграют, я пока говорить не буду и поэтому ставить их тоже не буду. Ну, а теперь Западная Европа. Не грузится, конечно, все с первого раза, но такое бывает. У меня три игрока из Team Secret. Это Sumail, Puppey и Nisha. Я считаю, что это самый оптимальный вариант расставить Fantasy на первый период, потому что, ну, в принципе, Секреты, как и были, всегда фаворитами. Заняли топ-3 на Инте. И, в принципе, состав у них, если изменился, то, как по мне, в лучшую сторону. Второй слот Cora я поставил Matumba Man, потому что Альтернативу на Cora я не увидел хорошую. А, в принципе, Matumba Man тоже показывает хороший результат. И я поставлю его. Но, если у вас его нету, или же наоборот, Вы хотите больше очков, то советую вам ставить Cora из Tundra Esport. С Китера. В целом, Tundra Esport очень хороший коллектив. Они почти прошли на Инт, но проиграли ОУДжи. Уже не помню, честно, из-за чего, но не суть важна. И поэтому на второй слот поддержки я также поставил пятерку из Tundra Esport. Вот такие у меня вышли прогнозы на первый период, ребят. Посмотрим, как это вообще все будет работать. И уже на следующие периоды будем более подробно, так сказать, все смотреть и разбирать. Ну, а пока что мои фавориты это Team Secret и Tundra Esport. Из Западной Европы. Ну, а всем спасибо за просмотр, ребята. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.